В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о 9 самых редких монетах и кладах, которые были найдены в разных уголках Земли. Погнали! Клад самых редких и дорогих монет в мире. В 2014 году одна семейная пара из Калифорнии заметила торчащую из склона ржавую банку, когда выгуливала собаку в окрестностях своего дома. Позже они обнаружили еще несколько таких банок и увидели, что в них лежали монеты. Найденные ими монеты датировались периодом с 1847 года по 1894 годы и были оценены в 11 миллионов долларов. Одна монета из клада была оценена в 15 тысяч долларов, а другая в 1 миллион долларов из-за своей редкости. Найденный клад включал в себя золотые монеты в 5 и 10 долларов, а также монеты в 20 долларов под названием Двойной Орел, которые считаются самыми дорогими в мире. Большинство найденных семейной парой монет были в идеальном состоянии, поскольку, видимо, их закопали в банках сразу же после чеканки. Но мизмат Дон Кагинг, который представлял интересы пары, оценил клад и заявил, что большинство монет были отчеканены в монетном дворе Сан-Франциско. Тем не менее, он не мог сказать, кому принадлежали эти монеты, кто и как их получил и зачем спрятал их в землю в жестяных банках. Некоторые люди предполагают, что эти монеты каким-то образом могут быть связаны с грабителем дилежансов Блэком Бартом или преступником Джесси Джеймсом, который мог ограбить монетный двор Сан-Франциско. Так или иначе, ни одна из теорий не была подтверждена фактами или доказательствами. Кстати, поскольку пара нашла клад на своей земле, все 11 миллионов теперь принадлежат им. Самый крупный клад римских монет в Швейцарии. В 2015 году фермер из швейцарского кантона Аргао нашел тайник, который включал в себя 4000 бронзовых и серебряных монет. Тайник был закопан 1700 лет назад в том месте, где сейчас находится Вишневый сад. Сперва фермер заметил какой-то яркий предмет в кротовине. Фермер начал копать и нашел клад, вес которого составил около 15 килограмм. Поскольку несколько месяцев назад археологи раскопали римское поселение возле ближайшей коммуны Фрик, фермер предположил, что найденные монеты вполне могли иметь римское происхождение, поэтому он тут же связался с археологами. Спустя несколько месяцев раскопок в данном регионе были обнаружены 4166 монет в прекрасном состоянии. Представители региональной археологической службы заявили, что этот клад является одним из самых крупных, найденных за всю историю Швейцарии. Некоторые из найденных монет датируются периодом правления императора Аврелиана, а другие периодом правления императора Максимиана. Инопланетные монеты Во время ремонта одного дома в Египте были обнаружены монеты с изображениями инопланетян и космических кораблей. На одной монете был изображен пришелец с огромными глазами и лысой головой. На реверсе другой монеты была выбита надпись «Apportunus Adest», что с латыни переводится как «Оно здесь в нужное время». Возникает вопрос, если эти монеты действительно имеют внеземное происхождение, то зачем пришельцам понадобилось обращаться к египтянам на латыни? Некоторые люди считают, что эти монеты являются доказательством того, что инопланетяне посещали нашу Землю несколько тысяч лет назад. Другие считают, что эта история была искусственно раздута и является выдумкой, поскольку надписи на многих подобных монетах на самом деле были выбиты на древнегреческом языке, а не на латыни. Может, это и так, но позже была обнаружена французская монета 17 века, на которой была изображена летающая тарелка. Многие любители конспирологии считают, что это изображение представляет собой «Священное колесо» и «Езекиля» из Библии. В за счёту своей версии, конспирологи считают, что под эпизодом со «Священным колесом» в Библии подразумевается именно столкновение НЛО, то есть «летающей тарелкой». После обнаружения таинственной монеты на сайте UFO Sightseans Daily, появилась статья, в которой говорилось о том, что наблюдения за НЛО в древней и средневековой Франции были настолько обыденным делом, что это даже изобразили на монете. Однако, если вы скептичны и не верите в мифы и научные догадки, то для вас существует отдельное объяснение. Согласно одной из научных версий, данные монеты могли быть примерами искусства Хобо Никель. Начиная с 18 века, бродяги стали вырезать разные картины и изображения на мягких металлических монетах, преображая их изначальный вид и создавая произведения искусства, которые впоследствии укоренились в культуре под названием Хобо Никелс. Вполне вероятно, что эти монеты были просто преображены уличными бродягами, но кто знает, может пришельцы действительно сбросили их на землю с летающей тарелки. Небольшой клад римских монет в Англии В июне 2013 года британец Уэсли Каррингтон сделал одно из самых удивительных открытий века. Уэсли ради интереса купил металлоискатель и отправился с ним в лес возле городка Сент-Обанс. Сначала он нашел ложку и пол пенса, а затем обнаружил золотую монету. Поскольку металлоискатель продолжал издавать сигнал над местом обнаружения монеты, Уэсли начал копать и вскоре наткнулся на клад, который включал в себя 55 римских монет. Он отнес монеты в музей на оценку, и эксперты сказали ему, что их возраст составляет около 1600 лет. Найденные Уэсли монеты были от Чеканина в Италии и других частях Европы и использовались в обороте Римской империи на протяжении правления шести императоров. Найденные Уэсли монеты были оценены в 128 тысяч долларов. Планировалось выставить монеты на аукцион, но на данный момент нет никакой информации о том, сколько денег Карингтон получил за свою находку. Номер 5. Монета Божественного Августа В марте 2016 года женщина по имени Лори Римман обнаружила некий блестящий предмет, прогуливаясь по региону Галилея в Израиле. Оказалось, что это была монета возрастом в 2000 лет, на которой был изображен портрет римского императора Августа. Монета датировалась 107-м годом нашей эры и была выкована во времена правления императора Трояна в честь его предшественников. Основатель Римской империи, Октавиан Август, правил с 27-го года до нашей эры по 14-й год нашей эры, и после смерти был признан божеством. На найденной Лори монете как раз был изображен профиль Божественного Августа. Эта монета очень редкая, поскольку в мире существует всего две подобные монеты. Лори отнесла находку израильским антикварам, но никто из них не мог сказать, как эта монета оказалась в Восточной Галилее. Такие монеты были невероятно ценными во времена зарождения Римской империи, поэтому, вероятно, в Галилее можно найти множество подобных монет. Тем не менее, археологам или обычным горожанам не удалось обнаружить что-то еще. Огромный клад римских монет в Англии. В 2014 году кладоискатель-любитель Лоренс Эректон обнаружил один из самых крупных кладов Римской империи в Британии. Лоренсу удалось открыть 22 тысячи монет из медного сплава в районе Ист-Девон, графства Девон, возле поля, на котором была ранее раскопана римская вилла. Он отправился на это место с простеньким металлоискателем и сначала нашел лишь две монеты на поверхности земли. Позже металлоискатель среагировал на железо на этом месте, поэтому Эректон начал раскапывать землю и в результате наткнулся на два железных слитка, а позже и на монеты. Эксперты полагают, что некий римский солдат или местный житель зарыл сюда эти монеты на хранение. По оценкам, здесь было зарыто несколько месячных зарплат рядового солдата. Сейчас же стоимость всех монет, датирующихся. Четвертым веком нашей эры оценивается в десятки тысяч долларов. Эректон так переживал, что клад могут украсть, что три ночи следил за местом из машины, когда археологи уходили спать. На найденных Лоренсом монетах были изображены портреты императора Константина, членов его семьи, его предшественников и преемников. Монеты викингов В мае 2016 года кладоискатель Брайан Мортон обнаружил две очень редкие серебряные монеты поблизости города Нью-Касл в Северной Ирландии. Данная находка стала первой в своей роде в Северной Ирландии. К тому же, за последние 40 лет в этой стране, в принципе, было обнаружено совсем немного древних монет. Мортон сказал, что он просто ходил с металлоискателем по приусадебным участкам и не надеялся найти что-то ценное или специфическое. Тем не менее, ему удалось найти эти две ценные монеты под своем грязи. Такие монеты использовались в обращении на острове Мэн, а также в Шотландии в 11 веке. Стоит отметить, что найденные Мортоном монеты на 93% состояли из чистого серебра. Согласно одной версии, их прятали во времена викингов, в то время, когда они налетали на монастырь в Магере в Северной Ирландии. Согласно другой версии, эти монеты использовались в торговле между Северной Ирландией и островом Мэн. А бывший куратор Ольстерского музея и вовсе предположил, что монеты были случайно обронены или потеряны, но не спрятаны намеренно. Найденные Мортоном монеты были отправлены в Британский музей для независимой оценки. Деньги, полученные с продажи монет на аукционе, будут поделены между Мортоном и владельцем земли, на которой были найдены. Кват римских монет в Японии В 2013 году в Японии была обнаружена находка, которая до сих пор ставит археологов в тупик. Замок Кацура на японском острове Окинава – это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который был построен в XII веке. Во время раскопок замка археологи обнаружили четыре медные монеты, которые поначалу приняли за фальшивки или реплики. На одной из монет было изображение римского императора Константина I, правление которого приходится на III-IV века н.э. На другой монете был изображен солдат в шлеме, держащий щиты и колющий врага копьем. После этих находок был проведен ряд археологических экспедиций, в результате которых было обнаружено еще шесть монет, датирующихся XVII веком. Эти находки привели ученых в замешательство, поскольку в Римской империи отсутствовали торговые контакты с Японией. Тем не менее, Рим торговал с Китаем и другими азиатскими странами, поэтому, вероятно, эти монеты потерялись на Окинаве во время следования римских торговых кораблей в одной из азиатских стран. Ставь лайк, если ты не уснул во время просмотра этого выпуска, а также подписывайся на канал и врубай колокольчик, чтобы не пропустить самые крутые видео уже завтра. Спасибо за просмотр, а также зацени несколько предыдущих выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok